Всем привет! Это прохождение Assassin's Creed Odyssey, и зацените где я нахожусь, правильно. Это храм Артемиды, а это сама предводительница дочерей Артемиды. Веди себя хорошо! О да, я буду вести себя хорошо. А вот короче говоря, вот такая дамочка, её зовут Дафна, и в прошлой части мы убили ради неё большую свинюшку. Ну, короче говоря, подсластили будущие романтические отношения, которые протянутся аж на 8 легендарных зверей. Ну, уже 7, конечно. Ну да ладно, самое главное то, что мы хотели от неё, получили этот вот, этот прекрасный лук Артемиды. Вот как он далеко стреляет. Что я даже стрелу не вижу. Ну, скорее всего, она растворилась в текстурках. Или просто не прорисовалась. Ну да ладно. Суть не в этом. Мы находимся где? Во-первых, это Факидо, и здесь наша задача разгрести всё вот это, ну, скажем так... Не, да. Вопросики, все вот эти вопросики. Я хотел что-нибудь похуже назвать, но ладно. Начнём с этого вопросика. Возможно, он нам откроет, вернее, ослабит эту всю территорию. Откроется вот это. Как бы большое сражение. Либо нужно будет вот это, конечно, открыть. Потом ещё вот это. Ну, короче, вот это мутодень начнётся. И потом мы сможем помочь целителю. Возможно, ещё затронем эти квесты. Но там уже как получится. Начнём давайте с этого. Что-то мне подсказывает, что там будет находиться у нас какой-то лагерь местных бандюган, либо ещё каких-то сволочей. Как раз-таки мы там и устроим ему вакханалию по полной. Ну вот, допустим, я уже вижу, какие-то здесь культисты находятся. Пока что у нас минус один. И вот этот гад сейчас пойдёт чё-то... О-о-о, все заподозрили что-то. Всё, пошла горячка. Нужно сбривать самого толстого. Ну, будем считать, что у нас получилось. Сейчас мы их нашпигуем как надо. Вот она, пошла горячка у нас. Красиво просто. И пинком давай красиво вот так погуляй давай. Вот эта красная атака, это я их боюсь. Капец просто как. Заскучал, говоришь? Самну скучать не придётся. Ну, мне на него зачем на него? Тут уже вон, пол хп. У неё чё, одна способность на всю игру, что ли? Да, самый классный враг. Долбит только красными атаками. Вот так тебе при фаером, просто стрелой прямо в сонную артерию. Ну да ладно. Чё-то там, кстати, у нас какой-то крест выполнился. И да, здесь можно спасти, судя по всему, Афинина. Ну, судя по всему, как он вздохнул, явно он обосрался. Итак, тяжёлый каринский шлем. Что ж это шлем тут делает? Ну да ладно. Вроде... А, нужно ещё скрести, да скрести. Так что тогда погнали. Чё у нас горит здесь? Больше дегра... Дхарм. Больше проблем. Поговорите с охотницей за ценностями. Скорее всего это... Ммм... Скорее всего это временный квест, который мы случайно выполнили. Когда спасли этого узника. Ну или просто разграбили этот лагерь. Давайте сперва закроем этот вопросительный знак. Но уже после пойдём сдадим квест. И да, я был прав. Здесь какой-то лагерь, либо какая-то деревушка. Крестьянский дом. Конечно, который захвачен местными бандюганами. Ну как иначе, как говорится. Я вижу, что их очень мало, поэтому... Ну, правильно. Будем сейчас просто-напросто всех вырезать как есть. Узника освободили, и теперь она у меня в долгу. Какой получает? Всё, она побежала. Ну пусть бежит. Ладно, давайте сейчас устроим им полный просто расколбас. Я не знаю. Есть. Красиво сбрили. Вот это мощно, конечно. Зарядили ему атаку. Дальше с ядом. И бошку с плеч. Вот это я понимаю. Те даже убежали, обосрались. Да чё я там буду прятаться? Налетаем. Сейчас им устраиваем полный... Вот так тебе. Как тебе? 250% давать урона убийцы. Один удар. И вот тебе удар. Лети давай с богом. Катись, катись. Полетай ещё. Я его даже об стенку ударил. А вернее, об столб. Да, конечно, хлюпенький здоровяк попался. Но да ладно. И ещё одним лагерем... О, кстати говоря, пояс Ореса. У нас почти сет собрался. Ну, палкосаря всего, вернее, полтысячи этого опыта. Ну, вообще, как бы, маловато. Но да ладно. Жалко, конечно, этот... Региону эта штука... Вообще не ослабала. Но да ладно. Нам тогда валим с этой территории и пошли уже сдавать квест. И где-то тут находится охотница за ценностями. Там какой-то лагерь даже. Прямо-таки рядом с крепостью Фарсалы. Да уж, эта крепость мне пока ещё не по зубам. Но я думаю, то, что скоро. Скоро мы доберёмся до туда. Их богатство. Их богатство служит злу. Их святилище зло. Сами боги благословят нас на борьбу с ними. Хочешь, чтобы я убила последователей Ореса? Быстро соображаешь. Тебе сегодня везёт. Я уже сделала всё, что нужно. Вот твоя заслуженная награда. Спасибо. Я довожу дела до конца. Вот так просто. Получили 570 гра, Эдхарм и, конечно же, ух ты, два косаря опыта. Более мне не нужно. Только опыт. И этого будет просто с горлышком. Ну да ладно. Помощь целителю. Погнали, что там у нас. Посмотрим. Путь не близкий. Пишет ралить. Давайте на лошадки. Пишет ралить. Давайте, знаете что? На всякий случай возьмём и втихаря спалим вот этот непонятный объект. Что-то мне подсказывает то, что... Так, он же горит. Ой-ёй. Ой-ёй, сорян. Ну, он чуть-чуть взорвался вроде. Я надеюсь, сюда никто не придёт, но зато это хотя бы чуть-чуть ослабило территорию. Нам же лучше и даже проще. Давайте ещё кинем. Всё, ладно, кинули, погнали дальше. Я где-то видел ещё один такой, скажем так. Надеюсь, меня никто не заметит. Ой-ёй-ёй. Как это было? Не очень. Я тебя скрутил сейчас так, опа, и всё в пустяки. Тебя здесь и не было, дружище. Погнали дальше. Я думал, кстати, я их убил в прошлой части, а вернее позапрошлой. Чё они тут делают, вообще не ясно. Давайте, знаете, ещё заглянем к кузнецу. Всё-таки мы как-то не закупались у него долгое время. Не мешало бы, конечно, прокачать наши штанишки. Так, я чё-то не урубаюсь. А где я видел ещё такую насыпь? Вон она, да, по-моему, это она. Вот сейчас она бомбанёт. И... Ладно, погиб... Так, предводитель уязвим. Нанесите удар ослабившим. Я получил 8 тысяч опыта. Просто-напросто из ниоткуда. Ну и небольшой минус. За мной теперь охотятся. Всё-таки надо было кидать факел этот ночью. Можешь осмотреться? Да, я осмотрюсь, и не только. Ну, сколько всякого интересного у него нового. Накидка. Выглядит, конечно, эпично. Но всё же это просто обычная накидка. Ладно, давайте тогда продадим. Может быть, что-то... Ну вот, хотя бы. Вот это всё. Вообще, мне просто ни разу не уперлось. Чё он у меня делает? Вообще не ясно. Как я это раньше ещё не выкинул? Ну и да. Странные, конечно, шлема. Как они не могут понять, что мы носим только брендовое всё? Да уж. Жалко, нельзя здесь поставить ещё фильтр на подбирание шмота. Это будет вообще тогда бомбово. Ну, жалко, это не предусмотрели. Всё, весь хлам продали, но теперь, здрасте. Четыре с половиной косаря местной валюты. Я буду лучше так называть, потому что Дхарм чё-то у меня не выговаривается. Бывает, когда язык заговаривается. Мечреца и боевой меч. И то, и то. Просто приятно улучшить. Я просто вижу вот это подсвечивающаяся цифра. Она такая просто. Горит и прям хочет. Ну, лучше меня. Да, выглядит просто знатно. Ну, ладно, давайте действовать так, как мы задумали. Рукавы из ареса. Да, так и просто... До жути хочу я их улучшить. Вот хватка времени. Здрасте, приехали. Плюс 10% к мощности стихии. То бишь больше урона от отравления. Что я жду? Я вот непонятно. Всё, надо улучшить перчатки и хватка времени. Вот на это мы, как бы, забиваем. И нужно улучшить доспех. Да. Курточку стража времени просто необходимо улучшить. Или бы, вот, кстати говоря, чешуйчатый доспех тоже бы не мешало бы. Он неплохой бонус к яду даёт. Очень даже неплохой. Ну, и так же бы не мешало бы ремешочек наш или пояс улучшить. Всё-таки вот у меня, который с Юбисофт Клаба, ремень Странника Севера, он очень даже такой неплохой. Да, его, скорее всего, я сейчас улучшу. Хотя соблазн велик и хочется очень много чего. А хоть ничего, пояс у меня, кстати, очень даже такой неплохой. Определённо. Ну, ладно, давайте всё-таки ремень Странника Севера. Здрасте. Ну, всё я хочу, но, однако, шкур у меня точно не хватает. Интересно, купить у него можно их? Слава тебе, Господи, можно. И я, конечно, закуплюсь так знатно. Всё, закупились, давайте, давайте. И вот оно, чудо наше, качаем. И теперь это какого? Четырнадцатого уровня. Мощное, ничего не скажу. И, собственно, мы свой лимит исчерпали. Более теперь нам не на что качать. И это капец как прискорбно. Ну, всё тогда, гравировочку, может, попробуем, нет? Вот гравировочку можно бы, конечно, потеребить и посмотреть, чё это будет у нас. Урон от яда тут, например, вот. Вот интересно, может быть, прокачать удар всё-таки героя? Ну, хотя, с одной стороны, у нас на луке вроде есть то же самое. Даже есть... Или нет? Где-то у нас было, я это, правда, не просёк. Так, у нас тут боевую клич, у нас тут тоже, да, боевую клич. Везде один и тот же боевую клич. Так, ну, коль пошла такая пляска, вот здесь чё у нас? Ну да, здесь урон от хищника. Тогда правильно? Давайте прокачаем удар героя. И теперь у нас меч Николауса будет жахать всех просто, дай боже. Давайте одеваем нашу... Поясочек, да, верно, поясочек. Всё. Теперь у нас классные такие шмотки северянские. Просто в тренде, как говорится. Но да ладно. Поперли вот сюда прямо. Заодно потом можно будет и пойти на сражение местное. Ахея вторжения армии. За кого, правда, мне теперь играть? И здесь, кстати, неплохой у меня такой выбор. За что мне теперь получить два элемента эпического снаряжения? Либо один. Но мы поможем тогда Спарте. Вот здесь, скажем так, очень интересное у нас. Либо за Афин, либо за Спарту. Как бы мне поддержать так баланс, чтобы эти тени на меня не озлобились? Сложно. Очень сложно. Всё-таки спартанцы. Афиньи. Да уж. Погнали, давайте выполнять квест. Более сильная или не очень? А моя боль уйдёт? Если вселишь в неё страх, попробуй яростно прореветь, как лев. Славно. Ну, беги домой. Ты, судя по всему, лекарь? Да, я Ликаон. А ты, должно быть, Мистия. Тебе нужна помощь? Может быть. Для этого придётся реветь? Иногда надежда – единственное эффективное лекарство. Так значит, тебя лечить не нужно. Я здорова, как бык. С виду ты сильна и готова ко всему. Больным нужна Мандрагора. Она растёт у ручья, к юго-востоку отсюда. Тебе некогда за ней сходить? Мне боязно. У ручья бродит стая волков. Я щедро заплачу тебе за труд. Ты знаешь, чего хочет наёмник. Травы – это всё, что тебе нужно? Пока да. Принеси мне травы, и я заверну их для больных. Там посмотрим. Я принесу тебе травы. Ручей к юго-востоку? Да. И к северо-востоку от Кирры. Мандрагор ещё не цветёт. Листья у неё серо-зелёные. Спасибо. Да, этот рок, скажем так, я слышу издалека. Эта гадость идёт прямо за мной. На ножках. Где это, засранец мелкий? Мне ещё нужно Мандрагору тут отыскать. Вот тут неизвестный предводитель. Неоткрытое местоположение даже имеется. Ну, погнали тогда втихаря будем идти. Главное, чтобы нас теперь вот этот... А, вон этот засранец, смотрите-ка. Я его вижу. Какого уровня? Тринадцатого. Нимфик. Нимфик-отступник. И он с собачками, да? Бежит ко мне. Ну, беги, засранец. Беги, сейчас я тебе устрою в Акханале. Ведь я четырнадцатого уровня. И да. Правильно. Правильно, правильно. Нужно взять способности. Взять щит и поменять, чтобы, не знаю, ну, какой-нибудь... Да, давайте... Пинок поменяем на это. Итак, здесь какой-то ещё дядька пришёл. Давайте внимательно посмотрим. Так, аккуратненько. Вот, всё. Лишаем его щита, он ему не нужен. Вот, красиво. Вот ты какой быстрый, я смотрю. Я даже критую, видите? Я критую. Да, всё. Пока мы сняли с него щит, давайте опять заменим на наш самый классный пинок. Вот, ребята, прискоркали. Ух, сейчас какой махач у нас начнётся. На помощь! Получика. Всё, анимфик отступник. Посмотрим, что это за дядька такой. Анимфик отступник возглавлял шайку изгоев-нечестивцев. Нимфик был известен тем, что высмеял древние обычаи и продвигал свои радикальные идеи. В этом ему помогло огромное состояние. Кошели с монетами позволяли ему заручиться поддержкой тех, кому повезло меньше. Ну, нимфик отступник, тебе хана. Так, ребята, ну вы хорошие, я за вами. Вернее, против вас биться точно не буду. Я побежал своей дорогой. Вернее, против вас биться. Я не могу поверить. Кстати говоря, между прочим, Мы можем убить какого-то местного этого Производителя Самое как бы время И вот там волки отдыхают Судя по всему Да, ты определенно близко Волков не стена Ребята, у вас что-то шибко много Капец, почему слоумо не врубается? Я просто не представляю Как мы сейчас просто Всех отмудохтали И там пару кусиков И я просто труп Листья мандрагоры Ну давайте посмотрим Где еще откопать Этих балисточков Мандрагоры Хватит. Можно возвращаться к лекарю? Да, давайте возвращаться. Вот к тому предводителю мы заскочим позднее. Вот, твои травы. Спасибо. Приготовлю их для больных. Подождёшь немного? Ладно. Я размельчил травы, чтобы было проще. Прошу, отнеси их моим больным. Скажешь, что тебя прислал Ликаун. Я принесла тебе больше трав. Я оставил двойную порцию для бабушки. Скоро отдам ей. Ладно. Я отнесу остальное. Спасибо. Мои пациенты либо в хоре Дельф, либо рядом. Один у загона для скота на западе. Второй строит дом на северо-востоке. Ээээ... Третий трудится в полях на юге. Приходи, как всё раздашь. Я разыщу больных. Капец. Квест, как говорится... Эээ... Да. Очень муторный. Я всё-таки как бы рассчитывал, что... Не знаю. Это будет как-то автоматически всё раздаваться. Но теперь подай, принеси, раздай, унеси. Я от Ликаона. О, спасибо. Какой же он привлекательный. И заботливый. Жаль, что решил не заводить семью. Почему? Говорит, что не хочет обременять своими заботами невинную женщину. Ну, что сказать. Лучше бы честно признался, что я ему не нравлюсь. Интересно, в чём дело. Или, я думаю, то, что он не по девушкам. Да уж. Это, конечно, серьёзный случай, серьёзный диагноз. Но я думаю, то, что... Лекарь же всё-таки. Ликаон прислал лекарство. Спасибо. Я забочусь о зверях. А Ликаона обо мне. Жаль, что о нём никто не заботится. В смысле? Он сирота. Его растила бабушка, но... Звёзды отвернулись от неё. Неважно. Он славный мальчик. Это точно. Ликаон шлёт поклон. Обещанное лекарство. Спасибо. Скажи, как он? Здоров? Вид у него обычный. Он постоянно ходит и бормочет что-то себе под нос. Будто взволнован. Нужно принести ему сладостей. Думаю, он будет рад. Где ж теперь эти сладости взять? Интересно, купить их где-то можно? Как бы дополнительные эти миссии в квесте. Я раздала лекарства всем больным. Похоже, твоё благополучие заботит многих. Славно. Эм... Моя бабушка Проксифея. Ей нужно дать порцию лекарства. Может, ты сходишь со мной к ней домой? Мне пригодится помощь. Да. Я хочу знать, что происходит. О, спасибо. Идём. Дом бабушки в той стороне. Спасибо за помощь. Скажи мне, наши люди... Чему ты клонишь? Разве не заслуживает... Ты сам нечестный человек. Обманывающий и людей богат. Ты о Проксифея? Она была пророком. Но тот, кто приходил за советом, слышал лишь ложь. Твоя бабушка была оракулом? Да, из храма на холме в Гельфах. Она призналась мне, что не слышала богов. И говорила то, что ей велели. Злые люди со злыми умыслами. Именно. Они разжигали войны. Её нужно наказать. Я. Ложное пророчество разрушило мою семью. Если это была она, я лично разберусь с ней. А вот сейчас интересно, у нас в сюжете кто повернулся. Да уж. Я разрублю тебя. Убирайся, Ликаон. Я знаю, чего ты хочешь. Ты только опозоришь нашу семью. Это неправда, Агава. Но Проксифея должна понести наказание. Ты всё равно опоздал. Сегодня приходили какие-то чужаки, искали её. Я привела их сюда, и её забрали. Разве это справедливо? Не всё так просто. Она была старой лгуньей. А теперь беспокоиться не о чем. А ты кто такая? Я Кассандра. Я тоже пострадала от лжи Оракула. Возможно, твои бабушки. Чтобы всё уладить, нужно найти её. Прошу, помоги выяснить, где она. Я поищу. Что мне оставалось делать? Речь шла об убийстве. Этот шанс нельзя было упускать. Всё пошло не так, как я рассчитывал. Я за неё в ответе, а не ты. Слева как бы у нас тут битва. Да, кровопролитная такая. Справа семейные ссоры. А чуть ещё правее детектив. Да уж, это Assassin's Creed Odyssey. Роксифия обронила браслет в пылу борьбы. Но обычный вор не бросил бы такую ценную вещь. Интересно, это выбрать как-то можно? На вкладке задания. У нас тут глаза космоса. Ну, это ладно. Копьё Леонида тоже ладно. Путь на симпосии. Ну, симпосии. Это тоже ладно. Так, так. Так, подождите. А где ж у нас вот это? Былые поступки. Осмотрите, да вот, а. То, что нужно. Где-то тут надо осмотреть его. Давайте поищем повнимательнее. Может где-то тут заныкана ещё что-то. Вот интересно, правда, откуда её тащили. Вот, что-то есть интересное. Похоже на контракт. Доставьте груз в условленное место нетронутым. Если речь о бабушке Ликаона, быть может, она жива? Ты не видел тут рядом ничего странного? Ну, например, разбойники захватили дом моей сестры. Как это так? Её прогнали. Лишили дома. У них там лагерь. И они хорошо вооружены. Любопытно. Где этот дом? К западу отсюда. Но этих мерзавцев лучше не злить. Спасибо за совет. Помните в начале видео, куда мы рвались? Прямо-таки в точку. Вот где-то, где-то это было. Вот так, крестьянский дом. Мы тут освободили узника. И, скорее всего, туда и забрали бабушку этого Ликаона. Это мой долг. Я убью её. Вы семья. Да и ты не убийца. Подумай об этом. Я в ответе за неё. Она не должна страдать. Затем и нужна Мандрагора, чтобы приглушить боль. А пока... Ты разделаешься с похитителями? Не думаю, что я справлюсь с ними сам. Найдём Проксифей. Спасибо. Нужный нам дом на западе. Встретимся там. Да. Так, былые поступки. Четыре пятьсот опыта. Ух ты ж как. Жму... Так, из всех ударов злейший. Отправляемся. Её держат в хижине. Где-то на Фахиде. Она в центральной части священных земель Аполлона. Ну, как я и говорил, господи. Да. Вот нам сюда и нужно. Крестьянский дом. Так как раз там мы захватили местные бандюганы. Всю общественность. Ну, да ладно. Кстати говоря, мы же забыли. У нас способность и целое очко способностей. Да. И это классно. Правильно. Давайте, знаете, что сделаем? Улучшим часть наших способностей. Например, мощная внезапная атака. Да почему бы и нет? Всё-таки на 250 урон у нас больше будет. Но я всё-таки хочу выстрел хищника. Ведь у нас теперь есть лук. Который правильно. Может стрелять очень сильно так-то. Заодно и посмотрим, как это выглядит. Я думаю, что это эпично. Так. Нужно пишет ралити вот где-то примерно туда. Вот я близко к цели задания. Ну, вот как бы помнится, мне её пришили разбойнички. Да и плюс я это место освободил. Неужто тогда, получается, мы этот квест заранее выполнили? Ну, или, конечно, может быть тут иной исход? Кто знает. Похоже, фоксифил держит в этом доме. А сейчас мы такие приходим, а там и никого и нет. Ну, или кто знает, может они отреспаунились. Ну, я сомневаюсь с одной стороны. Нужно действовать осторожно. Да, здесь все мертвые, можно спокойно идти в упор. Спасибо, дитя. Нам нужно уходить. А вдруг ещё разбойники? Нужно уходить. Спасибо за помощь, дитя. Не стоит глаз Аполлона. Или ты несла чьё-то ещё слово? Значит, ты всё знаешь. Слышь, верно, я всех обманывала. Мне ужасно жаль. Увы, боги не убили меня. Заставили жить с чувством вины. Почему ты лгала? Люди верили. Ты должна была нести им слово Аполлона. Я не собиралась врать, когда стала оракулом Аполлона. Но от меня потребовали, чтобы я подчинилась. Иначе покарали бы мою семью. Семью. Семью? А ты помнишь семью спартанцев? Их младший ребёнок должен был умереть. Скорбящую мать с глазами, как у меня. Прости за всё, чего ты лишилась. Кому это нужно? Кто-то надоумил злодеев похитить тебя. Нет, не спрашивай. Это были те, кто хочет наказать меня. Те, кто управлял мной. Если я скажу, они похоронят тебя живьём. Те, что носят маски и плащи. Культ космоса. Не говори вслух. Ты узнала? Это она разрушила твою семью? Мне стыдно за себя. Я приму наказание. Но не дай внуку стать убийцей. Ликаон славный мальчик-лекарь. Это сломит его. Нет. Я за неё в ответе. Так что я сам убью её. И что же выбрать? Именно тыл должен убить? Либо жестокость? Точно, да. Всё-таки, как пройти лучше всего игру и при этом сделать, чтобы везде были хорошие концовки? Правильно. Нужно просто быть пацифистом. Даже где-то у нас в подсказках такое всплывало. То, что будьте пацифистом и будет всё хорошо. Чё-то такое было. Ну да ладно. Попробуем хотя бы так. Я убивала и знаю, что у жестокости нет конца. Лучше двигаться дальше, используя прожить жизнь, данную богами. Дальше? Проксифея погубила твою семью. Она стара. Убийство из мести не изменит прошлое. К тому же, разве не ты говорила о Надежде? Благодарю тебя. Обещаю, впредь я буду творить лишь добро. Ты права, Кассандра. Я не могу простить свою бабушку, только не сейчас. Но пусть она живёт дальше, как и я. Ты поступаешь правильно, Ликаон. Как ты справляешься? Как решить, кому жить, кому нет? А как справляешься ты? Люди вверяют тебе свою жизнь. Жаждут ухода и добрых слов. Ты... Ты нужна мне, Кассандра. Не надо никого убивать или искать. Останься со мной. Навсегда не выйдет, но... Я позабочусь о тебе, Лика. Нормалёк. Так, шлем пророчества получили. Из всех ударов злейшие задания выполнено. Офигеть. Пять с половиной тысяч опыта. Ничего себе так. Всё-таки не зря. Ночь прошла очень хорошая у Кассандры. Да уж, опыта она поднабралась. Прямо-таки вдоволь. Давайте взглянем, что у нас тут. Неизвестный предводитель. Ну, может, бегаем быстренько. Как бы, повернём нашего неизвестного... Ух ты, здрасте. Теперь у нас больше 10 наград, что ли? Или мне кажется... Нет, мне, судя по всему, не кажется. Давайте быстренько метнёмся к этому предводителю. Посмотрим, что он там имеет. Мне кажется, лучше так туда не спешить. Потому что там он... Да, скорее всего, он где-то там скрылся за полчищем местных этих наёмничков. Ликаон, великий защитник, обнаружен новый предводитель. Ух ты, просто. И он один-одинёшечек присел такой на корточке и сидит кайфует. Ну да ладно. Сейчас мы аккуратненько его быстренько жмыхнем как надо. О как. Вот ты даже не успел ничего сказать. Предводитель побеждён. Всё, перчатки следопыда. Давайте взглянем, что это за перчаточки такие у нас. Перчатки травника. И да уж, перчатки следопыда. Вот то, что я искал. То, что очень интересно и выглядит потрясно. Всё, теперь мы суперски прокачаны. Дядьки такие мощные. Шлем пророчества. Прости меня, Николаус, но тут понимаешь. Выглядит это гораздо эпичнее. Посмотрите на этот нос. Посмотрите на эту бородку. Господи, самый прикольный шлем. Такой сморщливого какого-нибудь воина. Такая тонч... О, здрасте. У нас, получается, открылось второе оружие. Точняк. Это вообще классно. Мы теперь что получается? Сможем таскать два меча, либо ещё что-то. И я, знаете, чё хочу, правильно? Я хочу прокачать именно что-нибудь из какого-нибудь второго двуручного, а именно оружие. Вот, самофракийский скипетр очень хороший такой. Ну, он выглядит, по крайней мере, интересно. Но он пока что нам не очень подойдёт. Ладно, давайте широкий топор для начала. Там уже будет видно, как это для нас будет выглядеть, ну и просто смотреться. Вот так мы сражаемся, потом бац, переключились и давай крушить всех, там долбить, там дутан, опа, и всё. Ну ладно, поигрались и хватит. А чё такое? Подождите-ка. Это какие-то дядьки чёрные у нас тут сидят такие все. И там культ космоса. Прометей и рождение человечества. Угу. Опять какие-то местные фанатики. Кто же мне ещё в космос верит чересчур? Ну да ладно. Нам нужно... Что делать, правильно? Этот регион к чёртовой матери очищать. Ну да ладно. Погнали играть за Афин. Заодно и посмотрим, чё до кого-то. Погнали играть за Афин? КОНЕЦ интересно если афины подчинят фокиду то получается у нас как бы смеется такие вот эти мощь мощности а вернее с этих стран государства городов как их полюсов как тут называют скорее всего полюсов еще и это повлияет ли это на сюжет вот это очень важно вроде ты умеешь обращаться с клинком мы планируем атаку на границе спарты нам нужна любая помощь в том числе твоя я с вами это очень кстати что аж вперед к победе серьезно кто а подождите я думал мне шлем поменяли ну да ладно погнали все крошить мочить что там делают обычно кстати давайте поиграемся с нашим опа опа сейчас меня нашинкует дайте мою секиру погнали красиво сейчас будем их рубить просто улетел дружочек у нас фаракс какой-то оба красиво как минус один этот вообще улетел в космос так тисандр какой-то у нас тут навел завелся вот это мы разносим дядя конечно еще один минус да мне этот топорчик определенно нравится рубит он знатно и у нас какой-то первый толстый враг челкон а дружочек рубит не хило так секиры панте и вулкан пришел ну чё пантелеймоний или как тебе господи вот это автонаведение меня бесит ну зачем я на него сагрился так коры убить не бей его пантелеймонович все вот так минус один будь попроще огненные стрелы ах ты говнюк так плохие приемщики вы используете пантелей вулканович панком на тебе меньше свои красные атаки буш юзать и и и и и и и и а вот это классно мы его сбрили то смотрите ка так не надо на кого ты наводишься господи вот это было красиво я увижу как удачи я и и и и и и и и давайте добиваем последнее крещендо понтии вулкан Понтий Вулкан. Понтий Вулкан наставил в Тигае свой дом, а также двух дочерей и сына. Он велел детям заботиться о хозяйстве до тех пор, пока он не вернется с достаточной суммой денег, чтобы обеспечить им светлое будущее. Вот такой у нас Понтий Вулкан. Всё, убейте вражеского капитана. Где этот вражеский капитан? Он совсем рядом. Получи пинок тебе. Опять какой-то Полимон теперь, а то был Пантелеймон, теперь Полимоны. Да, богатый, конечно, у них рандомно имена. Ещё какой-то вражеский капитан. Ну, давайте наш Тигиро. Опа! Вот этого он явно не ожидал. Просто уносим. Красиво. Нет, я теперь обожаю Секиры. Честно, я теперь влюбился в это оружие. Если оно дальше будет, словом, у такое творить, я просто буду божить на поле боя с ним. А-а-а-а-а! Не знаю, что это лебеди, наверное, не знаю, что вот это. А-а-а-а! А-а-а-а! Так, я-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Спарта почти кончилась Последние штрихи Как говорится Ребятам будет хана конкретная Непонятно То ли я так классно критую То ли просто это Скрипты так работают Мне это просто офигеть как наставляет Олектор у нас какой-то новый дядька Ну шо, Олектор, получи Офигеть, по полтора косаря Тупо... Опа Все, Олектор у нас улетел Светлое будущее Олектор, Алеша Вот это мы ему красиво Селезеночку Ух, как все ярко-то стало Победа Победитель Афины Выигра... Тьфу ты господи Проигравшая сторона Спарта Теперь регион Факидо поддерживает победителя Афины Пять с лишним тысяч опыта Две шмоточки Судя по всему Эпического уровня Герой Понтии Вулкан погиб Мощно! Кстати, да говоря А где же этот Понтий у нас лежит? Понтий Лимонович Может его облутать можно? Я как-то этот Моментик профукал Ну да ладно Я думаю, что мертвых пока что здесь не стоит Так лутать И это было реально классно Я думаю, что дальше будет еще лучше А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал И конечно же подписывался Дальше будет не менее круче и интересно Всем удачи и до скорого Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok